Всем привет! Это продолжение четвертой части урока по PhoenixFD. Ссылку на предыдущую часть я оставил в закрепленном комментарии. Там же есть ссылка на мое новое интервью для 3D Papa, журнал с моей статьей для Nova 3D World и другие интервью, кому интересно. В этом видео мы поговорим о том, как создать падающий объект с помощью Teflow и сделать так, чтобы его геометрия учитывалась в симуляциях. Затем поговорим о пресете океана, сделаем симуляцию, настроим пену и всплеск для рендера в Octane Render. Также я расскажу о том, как бороться с фликкерингом пены во время рендера и анимаций. Приятного просмотра! Итак, прежде чем запускать симуляцию пресета океана, давайте создадим Teflow объект, который помещаем в любом пространстве сцены. А также создаем дополнительный Helper, который называется Tie Icon и используется для испускания частиц. Его выбираем в Helper в категории Teflow. Данную иконку поворачиваем и размещаем таким образом в сцене. Далее выбираем Teflow объект и открываем его настройки с помощью кнопки Open Editor. В появившемся окне добавляем ноду BIRTH, которая управляет рождением частиц. Для END вводим пятый кадр и в Total вводим значение равное единице. То есть, у нас будет один объект, который ныряет в воду. Далее добавляем параметры Position Icon. Для того, чтобы активировать испускание частиц именно из иконки. Чтобы его добавить, кликаем на кнопку Peek и далее на эту иконку. В Location выбираем Pivot. После этого кликаем на параметр Display и вместо Small Dots выбираем Geometry. Затем Вам нужно добавить скорость частиц. Для этого создаем параметр Speed и помещаем его ниже Position Icon. В его настройках для параметра Direction выбираем Alone Icon Arrow. И снова активируем иконку с помощью кнопки Peek. После этого Вам нужно провести эксперимент с параметром Magnitude и найти подходящее значение для него. Допустим, у меня это 0,13 метра. Далее добавляем параметры Shape, которые помещаем ниже Speed. В его настройках выбираем 3D Mesh Type и например, пусть это будет Stones. После этого увеличим его Scale на 1000%. Потому что изначально это совсем маленький камушек. Затем нажимаем Play и смотрим, что получается. Мы видим, что камень летит куда-то вверх. То есть на него не влияет гравитация. Для того, чтобы все работало правильно, в Tiflow нужно добавить параметр, управляющий физикой. Объектов. То есть ниже параметра Shape, создаем Physics Shape. Далее еще раз нажимаем Play и смотрим, что получается. Единственный момент, который мне сейчас не нравится, это то, что данный объект касается Земли. А нам нужно, чтобы он летел дальше, как бы вглубь океана. Для того, чтобы убрать этот эффект, заходим в настройки Tiflow, в закладку Physics и выключаем опцию Ground Collider. Далее нажимаем Play и смотрим, что получается. Как можете заметить, теперь все работает как нужно. Далее в Tiflow Editor нужно еще добавить слот с Mesh под дисплей. Это делается для того, чтобы PhoenixFD учитывал эту геометрию в симуляциях. В настройках Mesh выключаем опцию Render Only. Далее, вам нужно экспортировать данный объект в виде Mesh с помощью специального оператора. Так как сейчас, все равно Phoenix не будет учитывать его в симуляциях. Этот оператор называется ExportParticleTcache. В его настройках выбираем Objects, затем спускаемся ниже и нажимаем на кнопку Export Particles as Objects. В появившемся окне кликаем Да и ОК. В итоге, Вы можете скрыть Tiflow объект и на его месте появится Editable Mesh в виде того объекта, который мы создавали в Tiflow. И если его выбрать, Вы увидите запеченные ключи анимации. Как раз этого уже будет достаточно для создания симуляции океана. Поэтому идем дальше. Как я и говорил ранее, сначала продемонстрирую работу уже с готовым пресетом океана. А затем научимся создавать его с нуля и поговорим о разных настройках других Phoenix FD симуляций. Итак, нам нужно, чтобы пресет применился в центре сцены. Для этого создаем любой из стандартных примитивов в ее центре и применяем пресет океана к нему. Чтобы это сделать, выбираем объект, а затем кликаем на иконку пресета. В появившемся окне нажимаем Yes. В итоге у Вас будет создан V-Ray Plane, Phoenix FD Liquid сетка и два Particle Shader для пены и всплесков воды. Шейдеры сразу удаляем, так как в октан в них нет необходимости. Далее выделяем объект Phoenix FD Liquid. Заходим в его настройки, в вкладку Grid. Сейчас слишком много делений и 6 миллионов Целс нам не нужно. Поэтому увеличиваем значение параметра Cell Size. Чтобы получить значение равное 1 миллиону для параметра Total Cells. Этого будет достаточно для урока. Запускаем симуляцию с помощью данной иконки Plane на пенеле Phoenix FD. Для начала будет достаточно 2 кадра. Затем нажимаем Stop. Итак, теперь мы видим уровень океана. Конечно же, его можно опустить или поднять. И я обязательно потом расскажу, как это сделать. Но сейчас оставляем все как есть. И создаем Plane, включенный опцией Auto Grid. Таким образом, на поверхности океана. Затем в фронт виде выравниваем этот Plane с его уровнем. Это делается для того, чтобы не производить лишние симуляции для расчета положения падающего объекта. И возможной анимации в Phoenix FD Liquid объекта в его направлении. Также, этот трюк полезен для точного расчета времени запуска симуляции во время касания объекта с водой. Итак, временно скрываем Phoenix Liquid объект. Удаляем цилиндр. Он нам больше не нужен. В V-Ray Plane тоже нет необходимости. Теперь смотрим, в каком кадре летящий объект касается поверхности. Это 23 кадр в моем случае. То есть симуляцию можно начать с этого кадра. Для этого выделяем Phoenix FD Liquid и в его настройках, в вкладке Simulation устанавливаем значение Start Frame, равное 23 кадру. То есть симуляция будет начинаться с него. Удаляем Plane, так как он уже выполнил свою миссию. Теперь смотрите, у нас есть объект, который падает в воду, но для него не нужна такая большая сетка. Потому что нет смысла симулировать пространство, в котором ничего не происходит. А чем больше сетка, тем дольше время симуляции. Поэтому в настройках Phoenix Liquid уменьшаем значение параметров X, Y, Z таким образом. Так как стенки контейнера открыты, размер сетки можно максимально уменьшить. Но смотрите, не перестарайтесь с этим. Проверяем ее во всех viewportах. В итоге у Вас должен получиться примерно такой контейнер. Вся остальная поверхность будет автоматически дорисовываться внутри Phoenix FD. Кстати, возможно Вы заметили, что где-то на 26-28 кадрах объект вылетает за границей контейнера. Об этом сейчас не стоит беспокоиться, так как мы не делаем симуляцию под водой. Итак, запускаем симуляцию и смотрим, что получается. Как можете заметить, симуляция для двух свод фреймов закончилась достаточно быстро. За 38 секунд на Core i9-9900K. И теперь я более подробно расскажу о том, почему мы делаем контейнер меньше, чем он был изначально. Я удалю эту симуляцию и продемонстрирую, сколько времени она займет с большим контейнером. Например, такого размера. Запускаю симуляцию и смотрим, что получается. Уже на 89-м кадре Вы можете заметить, что затрачивается больше времени, чем с меньшим контейнером. Я думаю, что не нужно ждать окончания симуляции, чтобы понять, зачем нам нужен маленький контейнер. При этом, обратите внимание, что Total Sales меньше, чем миллион. Если поставить 1 или 2 миллиона, то время увеличится несколько раз при таком размере контейнера. При этом, если бы он был меньше при том же значении Total Sales, симуляция закончилась бы достаточно быстро. Я останавливаю и удаляю эту симуляцию. Возвращаю тот размер контейнера, который был. И для Total Sales устанавливаю значение, равное 1 миллиону. То есть уменьшаю значение параметра Cell Size таким образом, чтобы получить это число. И снова запускаю симуляцию. Итак, с 1 миллионом в Total Sales, симуляция закончилась за 2 минуты 28 секунд. Я думаю, что понятно, что если бы был гораздо больший контейнер, то эта симуляция не закончилась бы так быстро. Поэтому я рекомендую всегда помнить об этом трюке и учитывать ту область, в которой Вам необходима симуляция. Например, если у Вас есть какой-то огромный падающий метеорит в океан с такой траекторией падения. То Вам не обязательно производить симуляцию с размером сетки такого вида. Вам всего лишь достаточно просто вычислить момент его падения. Допустим, здесь. Сделать такой размер контейнера по размеру метеорита. И затем просто анимировать его движение в сторону его падения. Таким образом, Вы уменьшите время симуляции в несколько раз. Теперь давайте посмотрим, что получилось в итоге данной симуляции. Как можете заметить, несмотря на то, что контейнер меньше и пена слегка вылезла за него. В симуляции все равно учитывается тот факт, что есть уровень моря и даже за пределами контейнера это видно. То есть пена не ушла вниз, а четко расплывается по поверхности воды. Кстати, тут даже учитывается момент под водой. Когда пена плавно выходит на поверхность. Так что, если бы мы делали какой-нибудь подводный кадр, то все было так же реалистично. Конечно же, все это можно контролировать с помощью разных настроек. Сейчас я просто показываю пресет океана и не останавливаюсь на них. Ведь в данный момент, моя задача научить Вас рендерить это все в Octane Render с использованием T-Flow. Так как у Вас может возникнуть ситуация, когда не хочется тратить время на настройки. А просто быстро получить результат. Ведь пресет справляется со своей задачей. Кстати, сразу хочу рассказать о цвете для каждого из элементов в симуляции. Если захотите, их можно изменить. Для этого достаточно перейти в вкладку Preview в настройках PhoenixXD Liquid. Там Вы найдете параметр Particle Preview и выпадающий список. Где можно выбрать отдельно цвет для воды, всплеска, пены, дымки и так далее. Например, мне удобно выбирать красный цвет для всплеска. Для пены белый и саму водную поверхность я делаю более темного оттенка. В итоге, если заново проиграть симуляцию, то Вы увидите эти новые цвета. И так, теперь вопрос. Как же эту симуляцию отрендерить в Octane Render? И почему я решил записывать свои уроки именно с этим рендером? И неужели не будет других? Будут, но я больше всего предпочитаю рендерить на GPU. Поэтому в основном это будет Octane или Redshift Render. Но так как многие просят еще и Caron, Arnold, то их конечно же тоже буду показывать. Почему не V-Ray, спросите Вы? Ведь он заточен же под Phoenix. Потому что GPU пока не поддерживает все функции Phoenix. А на CPU это очень долго. Особенно этот момент чувствуется, когда делаешь уроки и на это есть только определенное ограниченное время. В V-Ray есть выход и это T-Flow плагин. Но пока там тоже есть баги. Поэтому я подожду, когда их исправят. А потом уже начну демонстрацию этого workflow. Почему я решил в первую очередь показать именно Octane? Потому что количество запросов по нему самое большое. Многим абсолютно все непонятно и просили объяснить. Прежде чем приступать к настройке Octane Render, я всегда смотрю, как выглядит симуляция или один из ее кадров в V-Ray. То есть использую данный рендер как референс. Так как в самом начале мы удалили Particle Shader объекты, то их придется снова создать. Как раз сейчас научитесь это делать. Чтобы добавить Particle Shader объект в сцену, Вам достаточно кликнуть на эту иконку. И затем поместить ее в любом месте сцены. Далее создаем дубликат этого объекта. Первый называем Foam, второй Splashes. После чего в настройках первого Particle Shader кликаем на кнопку Add. Затем на PhoenixFD Container и выбираем в списке Foam. Для второго делаем то же самое, только выбираем Splashes. После чего для Splashes объекта для опции Mod выбираем Splashes. А все остальное настройки оставляем по умолчанию. Затем выбираем V-Ray Render. Добавляем V-Ray Sun. Далее V-Ray Camera, чтобы не было пересветов экспозиций. И посмотрим, что получается на рендере. Сразу говорю, что IPR не показывает пену. Поэтому делаем именно рендер. А не IPR Preview. То есть выбираем нужный кадр и нажимаем кнопку Render. Далее не закрывая эту сцену, открываем ее же в копии 3ds Max. И приступаем к настройке Octane Render. В сцене для Octane Render удаляем все объекты из Particle Shader. Чтобы не было багов. В настройках рендера выбираем Octane. Затем переходим в вкладку Tools и нажимаем на кнопку Convert All. Таким образом Вы сконвентируете всю сцену для дальнейшего рендера в Octane. И теперь, если запустить IPR, то Вы ничего не увидите. Для того, чтобы что-то видеть, нужно выключить Quick Update. Естественно, Вы пока не увидите океан, брызги и так далее. Потому что еще нужно сделать некоторые настройки. Чтобы океан рендерился в Octane Render, Вам нужно зайти в настройки объекта Phoenix FD Liquid. И там сначала в закладке Renderings, выключаем Displacement. Так как пока он нам не нужен. И в закладке Preview, включаем опцию Show Mesh. И теперь, если запустить Octane IPR, Вы увидите, что что-то уже видно. Но опять же, океан слишком прозрачный и нужно настроить его материал. А также добавить Plane под водой. Чтобы все выглядело естественно. Если Вы помните, то в сцене с V-Ray был V-Ray Plane. Но в Octane, к сожалению, нет аналога бесконечного Plane. Но мы можем создать обычный и просто сделать его очень большим. Чтобы он выходил за границы камеры. Я думаю, что размера 100 метров по обоим сторонам будет достаточно для нашего ракурса. Далее переходим в меню Rendering в закладку Tools. Там нажимаем на кнопку Open LeafDB, чтобы зайти в библиотеку материалов Octane Render. После чего переходим в закладку LeafDB и открываем папку Materials. Затем Organic, Liquids и находим материал Ocean with Bump. Далее выделяем его. Открываем редактор материалов. Там выделяем любой слот и импортируем данный материал. Затем назначаем его на объект Phoenix FD Liquid. И смотрим, что получается в Octane IPR. Результат выглядит уже намного лучше, чем было. Но нужно еще сделать некоторые настройки. Сначала временно выключаем Bump, чтобы он пока не отвлекал наше внимание. И настраиваем цвет, который по умолчанию назначается V-Ray. То есть с конвертированного материала копируем его слот Transmission в новом материале. Далее назначаем любой материал на Plane и делаем его цвет черным. Чтобы не было видно теней, которые отбрасывает кусок океана. Я думаю, что вы уже заметили, что он обрезается специально под ракурс камеры. Из-за этого появляется тень. Далее естественно, нам нужно исправить этот момент. Для этого заходим в настройки Phoenix FD Liquid. И настраиваем параметр Ocean Level. Таким образом, чтобы эта видимая граница исчезла или была слегка заметна. Потом она не будет видна на рендере, когда мы включим Bump. Да, в Octane Render нельзя пока использовать стандартный Displacement Effect из Phoenix FD. Если его включить, то вы увидите такой странный баг с разным разрешением геометрии. Разработчики сейчас работают над его исправлением. То есть пока временно его выключаем и настраиваем Bump Slot в материале. Теперь сделаем скриншот и сравним его с тем результатом, который получился в V-Ray. То есть открываем сцену с V-Ray и просто запускаем IPR. Который не видит пену и другие эффекты, чтобы увидеть только океан. Выбираем тот же самый кадр и сравниваем полученные результаты. Итак, цвет немного отличается, но он мне нравится. Поэтому я не буду его менять. И да, нам пока придется смириться с тем, что нет таких красивых волн, которые формируют Displacement. Так как пока никакая карта не работает в этом слоте материала. И еще в Octane не работает Fade на горизонте, который вы можете заметить в V-Ray. Но это все компенсируется скоростью рендера. И конечно же, разработчики исправят этот момент. Итак, я думаю с этим все понятно. Приступаем к настройке рендера пены из всплеска. То есть выбираем нужный кадр. Рендерим. Делаем скриншот. Загружаем данный скрин в PureRef. Так как он удобен тем, что можно сделать это окно поверх всех остальных. Чтобы партиклы работали в Octane Render, Вам нужно выбрать Phoenix FD Liquid и назначить на него специальный модификатор Octane Particle World Space. Добавляем два таких модификатора. Один будет управлять пеной, другой всплеском. Также в каждом из модификаторов нужно написать название меша, который будет рендериться как Particle в этом модификаторе. То есть для пены пишем название Foam. В поле Particle Mesh Node Name. А для всплеска Splashes. Далее создаем две сферы с такими же именами. Затем на каждую сферу временно назначаем обычный материал Diffuse. Пена пускай будет красной, а всплеск зеленым. Это делается для того, чтобы визуально отличать эти два элемента и настроить размер для каждого. Радиус каждой из сфер делаем равный 0,01 метра. Временно выключаем Splashers, чтобы видеть только пену. Далее выбираем 147 кадр, который рендерили в V-Ray и приступаем к настройке размера частиц для пены. Вы можете посмотреть размер частиц для пены в настройках PhoenixFD Liquid. В вкладке Foam есть параметр Size. Сейчас этот размер равен 0,002 метра. Копируем его и вставляем в поле Radius . Которое отвечает за рендер частиц пены. Запускаем рендер и смотрим, что получается. Да, размер частиц похож на рендер из V-Ray. Есть некоторые отличия и о них мы поговорим чуть-чуть позже. Заходим в материал пены и меняем Diffuse на Specular. Затем добавляем Volume в слот Medium. И настраиваем таким образом. На слишком яркий цвет на V-Ray Render пока не обращаем внимание. Просто там экспозиция повыше. Это мы потом исправим. Далее в настройках рендера для Path Tracing устанавливаем значение равное 16 для Specular и Diffuse Depth. GI Clamp равен 100. Также не забываем включать Adaptive Sampling. Значение Noise Trasholt равно 0,02. Далее включаем AI Light, который тоже ускоряет рендер. Кстати, для сферы, которая участвует в генерации частиц пены. Можно установить значение равное 8 для segments. Так как разница между этим и большими значениями практически незаметна. Но это оптимизирует рендер. Теперь приступаем к настройке частиц всплеска. Их размер делаем чуть-чуть больше. Так как если посмотреть на 25 кадр в V-Ray Render, то мы увидим, что они намного больше частиц пены. Также делаем скриншот, чтобы использовать его как референс. Размер частиц для всплеска будет равняться примерно 0,004 метра. И теперь давайте настроим материал для этих частиц. Также выбираем спекуляр материал и настраиваем его таким образом. Далее включаем Displacement в объекте PhoenixFD. И как можете заметить, вместе с Bump-картой, тот баг, который я показывал в самом начале, не так сильно заметен. Поэтому можно оставить эту настройку включенной. Итак, давайте настроим рендер и посмотрим, что получается в PD Player. Делаем такие настройки. В итоге получилось 200 фреймов, которые отрендерились за 28 минут на двух 2080 Ti. Давайте посмотрим, что получилось в PD Player. Итак, мы видим прыгающие пузырьки, которые слишком выделяются. Сейчас я расскажу, как это исправить. Заходим в настройки объекта PhoenixFD и вводим значение равное 0 для параметра Variation Large в вкладке Form. Так как в Octane Render не работает вариация размера пузырьков. Далее по новой просчитываем симуляцию и рендерим результат. В итоге получаем такой. Как можете заметить, сейчас нет прыгающих пузырьков, но размер частиц пены стал намного меньше. Так как мы выключили вариацию. Для того, чтобы это исправить, изменяем размеры сферы, отвечающие за частицы пены. На 0,007 метра и снова рендерим симуляцию. Далее проверяем, что получилось в PD Player. Да, теперь размер частиц пены меня устраивает. Но появилась другая проблема. Фликкеринг. Сейчас я расскажу, как ее исправить. Кстати, если сейчас увеличить экспозицию кадра внутри PD Player. Вы увидите, что получается такой же результат, как в V-Ray. И теперь, чтобы избежать фликкеринга на рендере, а также шума, нужно внести некоторые правки в настройки рендера. Для того, чтобы у Вас не было проблем с львиккерингом, в первую очередь устанавливаем значение Array Epsilon, равное 0,001. Затем увеличиваем Max Samples. Для привиза хватит значения равного 400. Затем спускаемся ниже и обязательно устанавливаем значение Coherent, равное 0. Да, в статических кадрах значение больше 0 ускоряет рендер. Но это плохо работает в анимации и симуляции. Далее изменяем значение Caustic Blur на 0,3. И включаем опцию Static Noise. После чего, идем в настройки материала пены. Для Reflection устанавливаем примерно такой цвет с Value равным 180-190. Затем уменьшаем Transmission до 230. И Roughness немного темнее. Так как слишком светлые тона, как раз тоже могут приводить к фликкерингу на рендере анимации. В итоге, если отрендерить эту симуляцию и посмотреть в PD Player, что получилось, Вы увидите, что все стало намного лучше. Фликкеринг исчез, появился более реалистичный блеск пены и красивое преломление света. Возможно, Вы тоже заметили мелкие баги в этих областях океана. Но как я и говорил ранее, как только ATO исправит проблему с Displacement в PhoenixFD, эти баги сразу исчезнут. Это все, что я хотел рассказать о пресете океана и рендере его в Octane Render. В следующих уроках, уже будем говорить о настройках PhoenixFD для разных симуляций. Но я буду стараться показывать больше практики, нежели рассказывать много о теории. Ведь это же намного интереснее. Чтобы после каждого урока, у Вас получился какой-то интересный результат. А не только мозг заполнялся кучей теорий. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует...